В Самаре возбудили уголовное дело по факту отключения электроэнергии в поселке Мехзавод. Старший помощник прокурора Самарской области Ульяна Кудинова отметила, кабельный сбой повлек обесточивание жилых домов. Ход расследования прокуратура взяла на контроль. В настоящее время электричество в домах поселка подключили, а ремонтные работы на электросетях продолжают сотрудники энергоснабжающих организаций. Представители городских властей Фонда капитального ремонта и подрядной организации встретились с жителями дома Челышова. Напомним, весной этого года он пострадал при пожаре. Стороны обсудили вопросы, которые возникли у собственников квартир в процессе ремонтно-восстановительных работ. На сегодняшний день монтаж поврежденных перегородок в здании завершен практически на 90%. Угрозы с отсутствием отопления нет. Все идет по плану. Выполнены работы частичные по подготовке к окончательному ремонту кровли. Часть перекрытия убраны. Новый мусор, естественно, убран. Разговор достаточно был интересный, потому что некоторые проблемы, которые уже не касались непосредственно ремонта, волновали жители, они тоже были обсуждены. И мне кажется, и жители были благодарны за то, что эта встреча была организована. В Красноглинском районе Самары запустят новый автобусный маршрут номер 84. Его добавят для сокращения интервала движения общественного транспорта в направлении автостанции Красная Глинка. Он будет следовать от улицы Батайской до железнодорожного вокзала. Маршрут начнет работать уже на следующей неделе. Самарские ученые нашли новый способ применения нейросети в медицине. Применение этой технологии повысит точность сканирования МРТ. Как пояснили сотрудники Самарского вуза, с помощью предложенной технологии можно будет прямо во время сеанса МРТ-сканирования обнаруживать помехи, вызванные движениями пациента. Троих жителей Самарской области осудят за незаконный сбыт запрещенных лекарств супружескую пару и их знакомого. Полицейские изъяли у обвиняемых более 4,5 килограммов сильнодействующих веществ, подготовленных для продажи. Женщина, будучи работником аптеки, вместе со своим мужем без рецептов продавала гражданам лекарства, которые им из Москвы поставлял организатор преступной деятельности. Из-за аномального холода в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности. По данным Приволжского УГМС, в период с 14 по 15 декабря в восточных районах сохранится аномальная холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более. Сотрудники МЧС рекомендуют жителям региона сократить время пребывания на открытом воздухе и не допускать переохлаждения. Эксперты рассказали о самых дефицитных специалистах в Самарской области. На рынке труда региона наблюдается нехватка врачей, поваров, товароведов, продавцов, кассиров, а также арт-директоров, финансовых директоров, психологов, пиар-менеджеров, копирайтеров, редакторов и корректоров. Больше половины работодателей в России планируют в 2024 году повысить оклады сотрудникам. Чаще остальных к этому готовы представители крупного бизнеса – 71%. Работодатели из сфер машиностроения и оборудования – 78%. Добычи и переработки ископаемых – 70%. И строительства – 66%. В большей степени собираются повышать заработную плату. В России золотой запас превысил рекордные 150 миллиардов долларов. Как стало известно, вложение нашей страны в золото в ноябре увеличилось на 2,2%. Эксперты признали эту сумму максимальной в современной истории. Предыдущий рекорд по вкладам в золотой запас зафиксировали в октябре на уровне 148 миллиардов долларов.